Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яков Берлин. Сначала коротко о некоторых темах этого выпуска. В стране инфляция. И, соответственно, есть индексы, утвержденные в том числе Министерством экономического развития, которые определяют, сколько натальная услуга, насколько возрастет. Газ, электричество, тепло и вода подорожают с завтрашнего дня. В России произведут ежегодную индексацию тарифов. К вам завтра приедут мастера, посмотрят, что там делать. Обещаем, что в кратчайшие сроки там исправят ситуацию. О коммунальных проблемах атомной электростанции в федеральной программе глава республики Александр Худилайнин провел традиционную прямую линию. В республике играют около 150 человек. То есть мы можем собрать порядка 30 команд, если будет должный бюджет, должное финансирование, спонсоры. Карельская женская сборная команда под национальной игре кюбки завоевала серебряные и золотые медали на открытом первенстве Санкт-Петербурга. Газ, электричество, тепло и вода подорожают с завтрашнего дня. Согласно федеральному законодательству, в России произведут ежегодную индексацию тарифов. В российском законе указано, что за год общий платеж за коммуналку может вырасти максимум на 11%. У нас в республике этот показатель будет ниже и составит в среднем 8,8%. Обо всем этом говорили сегодня на брифинге в правительстве республики. А все подробности в цифрах в материале Максима Смирнова. Брифинг комитета по тарифам начали с главного вопроса, что и насколько подорожает. Тарифы на электричество и газ для всех жителей республики одинаковые, ответил Артур Мяки. С 1 июля 1 кВт-час будет стоить 2 рубля 93 копейки. Рост к прошлому году 9,5%. На уровне прошлого года удалось сохранить пониженный коэффициент для сельских жителей и для домов со стационарными электроплитами. Для этой категории установлена плата в 2 рубля 5 копеек за кВт-час. При этом в Карелии тарифы на электричество для населения остаются одними из самых низких по северо-западу. Стоимость сжиженного и природного газа выросла в среднем на 7,5%. Природный газ будет стоить 4 рубля 77 копеек, пропан-бутан 74 рубля 29 копеек за кубометр. На самом деле сжиженный газ стоит еще дороже, но чтобы не взваливать эту плату на население, бюджет республики компенсирует предприятию Карелгаз 68 миллионов рублей выпадающих доходов. При этом Артур Мяки подчеркнул, как важно реализовать в регионе программу газификации, ведь приход в Карелию природного газа в разы сократит плату потребителей. Привел пример разницы оплаты по нормативам потребления. Потребитель, пользуясь на природном газе, будет платить 127,8 рубля из человека. А на сжиженном газе 982,23 рубля. Представляете, цена буквально в 6-7 раз даже выше на сжиженном газе. Тарифы на тепло в среднем по республике вырастут на 6,9%. При этом по распоряжению Александра Худеланина в Беломорском, Кемском и Сартовальском районах, где показатель роста был самый высокий в прошлом году, в этом году тарифы на тепло не будут повышать. На компенсацию теплоснабжающим организациям из бюджета будет выделено 8 миллионов рублей. Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в среднем составит 10,2%. Журналисты задали Артуру Мяки и другой главный вопрос, почему из года в год растут цены на коммунальные услуги. В стране инфляция и, соответственно, есть индексы, утвержденные в том числе Министерством экономического развития, которые определяют, сколько тальная услуга, на сколько возрастет. Плюс любые приобретения, которые учителяет компания, они, к сожалению, дорожают. Плюс достаточно большой процент на сегодняшний день неплатежей граждан сказывается. И сегодня законодательство предписывает нам выпадающие доходы сетевых компаний учитывать в полном объеме. Традиционно самыми дешевыми в отношении коммунальной платы в республике остаются города Кондобога и Петрозаводск. Дороже всего за коммунальные услуги придется платить в Киме, Меломорске и Лоухах. Сегодня в Калининградской области глава Карелии Александр Худиланин принял участие в совещании по вопросам ввода в эксплуатацию нового жилья и расселения аварийного фонда. Совещание провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В работе также приняли участие полномочный представитель президента на Северо-Западе Владимир Булавин, представители Госдумы России, главы регионов страны. А накануне вечером Александр Худиланин провел традиционную прямую линию. За час он лично ответил на 12 телефонных звонков из разных районов Карелии, в том числе на один из Москвы. В работе прямой линии в режиме видеоконференции участвовали и главы администрации муниципальных районов. За диалогом главы и жителей республики следила наш корреспондент Алиса Агранович. Телефонный разговор получился весьма разноплановым. От вопросов о том, будет ли в Карелии в ближайшие годы построенная атомная электростанция, до жалоб на равнодушие чиновников в районах и нерешенные коммунальные проблемы. На ближайшее будущее планов построительства атомной электростанции в республике нет, ответил Александр Худиланин на вопрос из Москвы. А вот проблемы, которые игнорируют чиновники в районах, главе приходится решать уже не первый раз. Звонки с жалобами на равнодушие местных чиновников на прямую линию главы поступают из раза в раз. Вот, к примеру, у Ольги Барановой из Кондобоги сложилась непростая коммунальная ситуация. У нас стоят забитые, у нас холодная вода не идет. Мы отправили заявление от жестового подъезда 18 мая. У нас до сих пор никаких не предпринято подпиток, ничего. А завтра сегодня отключается горячая вода, мы вообще остаемся без горячей, без холодной воды. К вам завтра приедут мастера, посмотрят, что там делать. Обещаем, что в кратчайшие сроки там исправят ситуацию. Житель Петрозаводска Алексей Александров поделился впечатлениями о дне города. По его словам, городские улицы были плохо убраны. К тому же еще и салюта не было. А между тем, в год присвоения Петрозаводску звания воинской славы к празднику могли бы и получше подготовиться. Клава пояснил, что решение не проводить салют принимала Петрозаводская мэрия и сообщил другую новость. Мы обращались по поводу машины, боевой машины пехоты. Боевую машину пехоты Рашид Гумарыч Нургалеев нашел где-то на Дальнем Востоке. Сейчас ее транспортируют сюда. Я думаю, что мы к августу месяцу ее должны с вами поставить на постамент. А вот бдительные жители Муизирского района пожаловались на нарушение законодательства вблизи их деревни. На рисунке, где расположены поселок Кринтало, поселок Тумнам и поселок Хитало, под предлогом уборки ветрована 2010 года идет варварская, почти спрашная вырубка леса. Если они там превысили свои полномочия вместо ветровала, который сегодня представляет угрозу с точки зрения возникновения пожаров, караедов и всего остального, начали заниматься вырубкой еще и того, что не положено, я вам обещаю, что по всей строгости ответят, тем более, что сегодня и Народный фронт, и мы очень активно занимаемся контролем за наведением порядка в лесу. Петрозаводчане спросили главу о наболевшем, когда починен Гоголевский мост. Сегодня Гоголевский мост находится в федеральной целевой программе с началом финансирования, реконструкции уже в 2016, 2017, 2018 год. Учитывая то, что объем работы очень большой, и он больше 300 метров длиной, насколько я помню, 318 метров с расселением там шести домов, поскольку заезды будут очень широкие, эти деревянные дома тоже нужно будет сносить, то реально это 2018 год окончания строительства этого Гоголевского моста. О федеральной целевой программе развития республики прозвучал и еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, что дает федеральная целевая программа к республике? Федеральная целевая программа дает толчок к экономическому развитию, а соответственно и социальному развитию республики Карелия. Это новые дороги, это новые мосты, это новые предприятия, организации, это модернизация действующих предприятий, поэтому это новые высокотехнологичные рабочие места, это устойчивое развитие республики Карелия. Всего за час глава республики ответил на 12 опросов. По всем поступившим на прямую линию обращениям жители республики получат письменные ответы. И возвращаясь к прозвучавшему на прямой линии главы вопросу о федеральной целевой программе развития республики до 2020 года, представители политических партий КПРФ и Справедливая Россия также дали свою оценку принятию этой программы. Вы знаете, мы оппозиционная партия КПРФ, но тем не менее, лично я, как депутат, как житель города, считаю, что это было принято очень важное решение по ФЦП. Мы не так часто подвергаем положительной оценке действий губернатора, но тем не менее, в данном случае, я считаю, что была проделана огромная работа, и за нее я хотел бы поблагодарить и от себя, и от наших товарищей, всех членов правительства, которые принимали участие в создании этой программы. Потому что я считаю, что эта программа даст нам, во-первых, дополнительные рабочие места. Это даст нам возможность отремонтировать дороги, которые у нас, к сожалению, иногда не в самом лучшем положении. Это даст нам и уже дало привлечение крупных инвесторов, таких, как вы знаете, как АФК-система. Естественно, это отразится на жизни республики в целом и на жизни многих людей в частности. Ну, простой пример. Все петрозаводчане, которые водят автомобиль каждое утро или каждый вечер, стоят в пробках. Причина этому – пресловутый Гогольский мост. Если федеральная целевая программа позволит решить эту проблему, конечно, 135 миллиардов кому-то может показаться мало. Может быть, можно было и больше просить денег, но мы знаем, в какой тяжелой экономической ситуации находится страна, в какое тяжелое экономическое время живет республика, поэтому я считаю, что здесь только положительные эмоции. В правительстве Карелии под руководством главы республики прошло заседание антинаркотической комиссии. Основной вопрос этого заседания – реализация долгосрочной целевой программы комплексных мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков. Для достижения поставленной цели выполнялись следующие две задачи. Это совершенствование системы первичной и вторичной профилактики медицинского потребления наркотических веществ. И вторая задача – это совершенствование медицинской и социальной реабилитации больных с синдромом зависимости от наркотических веществ. По словам министра здравоохранения, программа помогла различным ведомствам успешно взаимодействовать в профилактике наркомании. По результатам социологических исследований, также сообщил министр, уровень употребления наркотиков в республике в этом году снизился. Тем не менее, Минздрав будет разрабатывать новые методы профилактики употребления психотропных веществ. Также в приоритете – комплексная реабилитация лиц, страдающих от наркотической зависимости. Работа в этом направлении ведется совместно с Центрами социального обслуживания преодоления и Истоки, и с группами самопомощи. Сегодня вечером в Петрозаводском городском совете состоялись общественные слушания, на которых обсудили изменения и дополнения в устав Петрозаводского городского округа. Необходимость в этом возникла после принятия закона «Республики о новом порядке избрания глав городских округов Петрозаводска и Костомукши». Напомню, на последней сессии 18 июня Карельский парламент большинством голосов принял закон, согласно которому глав администрации городских округов будут назначать на конкурсной основе. С такой инициативой выступил Петрозаводский горсовет. Его поддержали депутаты Костомукши, мотивируя это тем, что городом должен управлять профессионально подготовленный к такой работе человек. Теперь в Петрозаводске и Костомукши будет действовать тот же порядок избрания глав, что и во всех районах республики. Во фракции ЛДПР пояснили, почему поддержали этот закон. «Вы видите, какая обстановка творится у нас в городе Петрозаводске. То есть ситуация никак не меняется, а только ухудшается. И с этим обращением к нам обратились депутаты, и законодательное собрание поддержало это. Мы считаем, что это вынужденная мера, так как это может, если не принять сейчас никаких мер, то это может принести к более серьезным проблемам, и как-то проблему надо уже сейчас решать. Но мы все-таки надеемся, что это временное решение». А сейчас коротко о других событиях республики. Завтра, 1 июля, в Карелии начнут выплачивать по 20 тысяч рублей средств маткапитала. Обладатели материнского капитала получили право на эту единовременную выплату в соответствии с федеральным законом номер 88 от 20 апреля. Средствами семья может распорядиться по своему усмотрению. На Ключевском шоссе Петрозаводский троллейбус сбил велосипедиста, а пока не совсем понятно, как двигался велосипедист. По одной из версий, он выезжал с улицы Лыжная и в результате столкновения оказался под правой передней частью троллейбуса, получив в результате телесные повреждения. С 1 по 22 июля в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение в центре Петрозаводска в районе Октябрьского, на Первомайском, при вокзальном районе Сулышгоре, Древлянке, районе радиозавода, на Перевалке, Рыбке, в Пятом поселке Иннококовке, Галиковке и Зарике. Подключение начнется 22 июля. Испытания на прочность и плотность на тепловых магистральных и внутриквартальных сетях уже проведены в микрорайонах Соломенная и Птицефабрика. 12 июля завершатся опрессовки сетей на Ключевой. С 9 по 12 июля в Дворце искусств Кондопоги пройдет первый международный фестиваль органной музыки Grand Org. Каждый день будут представлены разные программы. Это концерты сольной, органной музыки, дуэты органистов, а также дуэтные программы для фортепианы с органом, трубы и голоса с органом. В концертах фестиваля прозвучит музыка самых разных эпох и стилей, от барокко до современности. Карельская женская сборная команды по национальной игре Кюкки завоевала серебряные и золотые медали на открытом первенстве Санкт-Петербурга по городочному Трейборию. В турнире приняли участие спортсмены из Череповца, Карелии, Германии, Эстонии и Санкт-Петербурга. В личном зачете среди женщин в классе «Финские городки» первое место заняла Жанна Тиканин из Калевала, второе место Наталья Жулай из села Венлазера. И в командных соревнованиях среди женщин первое место также заняли обе карельские спортсменки. Участники карельской сборной настроены на новые победы. В 2012 году Союз Карельского народа Елена Ивановна Мигунова написала проект «Кюкки Бренд Карелия». С этой точки, можно сказать, началось устойчивое развитие кюкки и возрождение в Карелии, карельских городков. В республике играют около 150 человек. То есть мы можем собрать порядка 30 команд, если будет должный бюджет, должное финансирование, спонсоры. Игра «Кюкки» набирает популярность и в самой Карелии. Ее включили в республиканский комплекс «Норм ГТО». В республике проводятся соревнования на самых разных площадках. А в августе в «Кюкке» сыграют в Череповце на всероссийских играх по традиционным городкам. Наши любители игры «Кюкки» уже начали подготовку к чемпионату. И это все новости на сегодня. Сегодня мы с вами прощаемся до августа. Завтра, 1 июля, редакция телеканала «Сампа» выходит в отпуск. До встречи на нашем канале.